МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Элина Мальцева, председатель правления Рязанской региональной общественной организации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Доброе сердце». Здравствуйте, Элина! Здравствуйте! Для начала несколько слов о вашей организации. Когда она была создана и какая ее главная цель? Наша организация существует уже пятый год. Создана она была родителями детей с синдромом Дауна, которые не захотели пассивно ждать перемен к лучшему в отношении. своих детей, а решили активно принимать в этом участие. И, в общем-то, как вместе, как юридическое лицо, мы можем сделать гораздо больше, чем по девочке. Элина, расскажите, пожалуйста, о деятельности вашей организации. Чем конкретно вы там занимаетесь? У нас три основных направления деятельности. Это поддержка родителей, психологическая и информационная. Просветительская деятельность. И в меру своих сил и возможностей, какие-то конкретные дела, которые направлены на улучшение жизни наших детей. Дела, проекты, мероприятия. Если говорить о поддержке родителей, то информация из первых уст – это самая свежая, самая лучшая информация, полученная от таких же родителей. И, скажем так, пройдя через какие-то этапы, мы знаем, каким образом можем поддержать семью, в которых только появился такой ребёнок. Просветительская деятельность заключается даже в том, что просто бывая со своими детьми на каких-то мероприятиях, мы уже, показывая меру своих детей, мы уже в какой-то степени меняем к ним отношения, видя, что это всё-таки в первую очередь дети. Ну, как-то и мир меняется, и отношения меняются. Ну, помимо этого, конечно же, и какие-то встречи. Например, у нас был проект, когда вот с руководителем «Дома ребёнка» мы объезжали родовспомогательные учреждения, детские поликлиники, рассказывая и показывая о том, какие наши дети, какими они могут быть, какими они становятся, когда подрастают. И какие-то конкретные вещи, конкретные проекты. Например, вот наш последний проект по программе «Лыжи мечты». Наша организация выиграла президентский грант, и этой зимой были организованы занятия по программе терапевтического спорта «Лыжи мечты» для наших детей. Занятия горнолыжным спортом. На сегодняшний день в вашей организации вот какое количество родителей, семей? Уже более 60 семей, вот, причём не только из города, но и из районов. Взек интернет-технологии мы на связи, причём они и на мероприятии приезжают с огромным удовольствием. Вот на сегодняшний день достаточно много у нас есть каких-то и благотворительных организаций, и объединений, в которые входят семьи, у которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Вы объединили именно детей с синдромом Дауна. Вот с вашей точки зрения такая вот направленность вот именно на конкретный, да, какой-то вот сегмент вот этих особенных детей. В чём положительные моменты? Вы знаете, я бы хотела подчеркнуть, что мы в первую очередь родительская организация, да, и мы как родители, как никто другой, знаем, что надо делать и даже как надо делать для того, чтобы нашим детям и нам с ними жилось лучше. И как вот именно родительская организация, мы не стали размахиваться на то, чтобы изменить весь мир, чтобы осчастливить всех, а зная конкретно наши какие-то проблемы, видя пути их решения, вот, скажем так, над этим мы и работаем. Хотя в чём-то они схожи, да, с какими-то другими категориями, и, скажем так, и какие-то акции, мероприятия в сотрудничестве, в партнёрстве делаются. Например, конечно, наш очень такой главный партнёр, основной такая же родительская организация «Свой путь», которые, в общем-то, с аутичными детьми работают. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще всего сталкиваются родители детей с синдромом Дауна? Ну, во-первых, когда объявляется диагноз, это информационный вакуум. Несмотря на то, что сейчас век интернет-технологий, но, тем не менее, где получить эту информацию? Сразу, да? И причём объективную информацию, потому что всё равно до сих пор ещё очень много мифов и стереотипов связано. И это, наверное, первое. Поэтому, конечно же, нам надо продолжать работать в этом направлении, чтобы родители сразу получали объективную, нормальную информацию. Проблемы, я бы сказала, что проблемы отношения общества, какого-то неприятия, негативизма, всё-таки она уходит в прошлое. Потому что чем больше мы выходим в свет со своими детьми, тем больше окружающие видят, что это дети, которые на самом деле не заслуживают того, чтобы от них отворачиваться. И могу сказать, что очень многое меняется, и наоборот, очень много поддержки, принятия, и люди хотят как-то помочь словом, поддержать. И сейчас на первый план, наверное, более выходит проблема специализированной помощи. Потому что, да, наши дети прежде всего дети. И с такими же базовыми потребностями, как и все остальные. И мы хотим, чтобы они также ходили в садики, в школы, реализовывались. И на самом деле всё это они могут делать. Но не будем отрицать, что особенности есть, что нужен особый подход, что нужна специализированная помощь. Потому что научить ребёнка, поставить даже на горные лыжи обычного ребёнка и ребёнка с синдромом Дауна, это, конечно, две большие разницы. Давайте расскажем о тех акциях, которые проводит ваша организация, и о том, что, может быть, в ближайшее время произойдёт в нашем городе. Вот я уже сказала о нашем последнем зимнем проекте немного по программе «Лыжи мечты». И это вызвало такой родительский отклик. Это оставило такие впечатления. И родители на самом деле сами увидели, насколько это всё здорово, и насколько это помогает детям и в физическом развитии, и в социальной адаптации. И хотя поначалу было даже трудно, приходилось уговаривать некоторых, а давайте попробуйте, потому что тоже родители боялись, и даже в какой-то степени не верили в своих детей, у нас не получится, вот это так сложно. Но тем не менее получилось. У нас был совершенно замечательный сезон, и мы бы хотели продолжить эти занятия. И если в прошлом году занятия проходили за счёт средств президентского гранта, то на следующий сезон у нас задача найти эти средства. И в первую очередь для этого проводится, будет проходить 3 сентября благотворительный пробег «Спорт во благо». Его главной целью является собрать средства на спортивные программы, в первую очередь на занятия по программе «Лыжи мечты» горнолыжным спортом. Каким образом будет проходить эта акция, и где она состоится? Это будет 3 сентября, воскресенье, в лесопарке у Орехового озера. Мы стартуем от торгового городка. Открытие торжественное в 11 часов. В общем-то, по сути, это семейный спортивный праздник, куда мы приглашаем всех с семьей, потому что интересно, полезно будет всем. Это и пробеги, забеги для спортсменов разных возрастов, разных дистанций, с профессиональным судейством, с трассой, со всем, что положено для соревнований. И это такая развлекательная программа, где будет интересно всем деткам сниматься. И опять-таки нас поддерживают творческие группы нашего города. Вот. Это будет так. Насколько я знаю, что этот благотворительный пробег проходит уже в третий раз. Вот предыдущие два года сколько людей было, насколько охотно вообще рязанцы участвуют в подобных мероприятиях? Мне бы хотелось немножечко рассказать о самом этом проекте «Спорт во благо». Во-первых, это всероссийский проект, и правообладателем его является благотворительный фонд «Даунсайтак», Московский известный фонд, который работает уже больше 20 лет. Мы являемся региональным партнером этого проекта, так как наша целевая группа именно семьи с синдромом Дауна, вот облагодарительный фонд «Даунсайтак» тоже конкретно с этой категорией работает, то, значит, право проведения, оно принадлежит нам. Могу сказать, что люди охотно откликаются на подобные благотворительные акции, и в том числе и потому, что это людям позволяет не просто перечислить пожертвования как-то вот куда-то в никуда, да, зная на что, зная, какой организации, но вот именно на таком мероприятии люди придут, и они могут увидеть тех, кому они помогают, они могут увидеть улыбки детей, они могут увидеть родителей, и мне кажется, что это тоже очень важно. Каким образом неравнодушные люди, которые нас сейчас смотрят, могут помочь вашей организации помимо какой-то материальной помощи? Нам хотелось бы еще привлечь внимание именно к спортивной теме в отношении наших детей, потому что, ну, это общеизвестная фраза, понятие, что спорт улучшает качество жизни любого человека, а качество жизни ребенка с особенностями вдвойне, втройне, многократно. И у меня вот недавно услышала фразу, сказанную известным спортсменом с синдромом Дауна, это гимнаст, причем известен он уже и на мировом уровне, он занимается спортивной гимнастикой много лет, и он сказал, что спорт для меня – это все, спорт для меня – это жизнь. И поэтому очень трудно переоценить значение спорта для детей, для наших детей, вообще для детей с особенностями здоровья. Так получается, что на данный момент пока немного мест, куда можно прийти с ребенком с инвалидностью, да, с ребенком с синдромом Дауна. Потому что я говорю, что даже если родители иногда не очень верят в своих детей, то тем же тренерам, специалистам гораздо труднее поверить в то, что такой ребенок может заниматься спортом и что он может достичь успехов в спорте. Поэтому хотелось бы еще и отклика от специалистов, от тренеров, работающих с детьми, хотя бы попробовать работать с детьми с синдромом Дауна. Елена, большое спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Рязанцам мы напоминаем, что каждый может принять участие в благотворительном пробеге спорта во благо, который пройдет 3 сентября в 11, правильно, в 11 в лесопарке. Ну, мы желаем вам удачи. Спасибо большое. Всего самого наилучшего. Спасибо, что пригласили. Вам и вашим детям. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова